Компьютер. Я вас не слышу. Где ваш микрофон? Сейчас. Микрофон. Звука нет. Я вас не слышу. Вы меня слышите? Микрофон. От вас никакого звука не идет. Я жду, пока вы включите микрофон. Может быть так? Да, вот так. И немножечко опустите экран, потому что у вас... Вот так. Например. Прекрасно, замечательно. Так нормально? Нормально. Здравствуйте. Приветствую. Так. Ну я тогда... Вы в Париже сидите, да? Да. Так, минуточку. Я должна проверить. Я забыла, где это делается, чтобы у нас микрофоны работали одновременно. Потому что иногда бывает, что они... Я не знаю, для меня Zoom это новое. Я второй или третий раз только в Zoom. Ну это очень удобно, потому что видно сразу и вас, и меня. И не нужно потом извращаться с... Как это называется? С монтажом. Ну насколько я знаю, звуки музыкальные не очень, да? Хорошо, все занимаются с учениками в Zoom. Да. Конечно. Тем более можно подключить несколько ракурсов в Zoom. Ага. У меня с трех камер записывается. И ученика с двух камер. То есть можно и руки, и лицо, чтобы он все время не бегал, не... Ну да, это надо специально, да, организовывать. Да, понятно. Вот. Короче говоря, мы с вами никогда не разговаривали, мы с вами переписывались очень много. Да. У нас с вами не было прямых диалогов, а тут прям сразу в виде интервью. Ну и отлично. Супер. Будем импровизировать. Ну, дело в том, что можно сколько угодно монтировать. То есть мы когда с Денисом сделали интервью, потом он посмотрел и сказал мне, вот это вырежи и вот это вырежи, потому что там одна информация. Нет, я не... Я не нужно ничего вырезать. Как пойдет импровизация, так пусть и пойдет, Лена. Не, ну просто иногда там разговор более логично как-то... Ну, в общем, короче, вы всегда можете посмотреть. Я сторонник живого непосредственно. Вот как у нас пойдет, так пусть и пойдет. Все понятно. Ну, я вообще это воспринимаю не как интервью, а знаете, так как беседы с коллегами. Потому что за время этого нашего сидения в четырех стенах я, по-моему, еще никогда так много не общалась, уже столько лет людей не видела. И по телефону, потому что хочется живые голоса слышать, и вот так вот по видеотелефону. Вот. Я как раз... О чем хотела вас спросить? Я вижу, что вы очень много просвещаете времени и сил просветительства, педагогики, да? Вот если бы ваши ученики вас спросили, вот ну чего сейчас делать? Как бы концерты отменились, залы закрыты, календарей у всех посыпались, спонсоры разоряются. И, в общем, совершенно непонятно, сколько эта мертвая зона продлится. Вот. И очень... Я смотрю, оказалось, что очень многие коллеги завязаны на внешнюю референцию. То есть вот когда нет календаря, вроде и заниматься не надо, вроде и жить не за чем. Очень плохо. А вы бы как посоветовали? Вот молодой пианист сказал, вот что мне делать теперь? Я ближайшие годы на сцену. Нет, ну, во-первых, Леночка, я думаю, что даже если, предположим, даже что-то так серьезное произойдет с нашей системой, концертные и так далее, какие-то изменения, но все равно, все равно мы будем рано или поздно возвращаться к этой системе. Она никуда не может уйти, она не может умереть только из-за какого-то ковида. Вот. Она может измениться. То есть в любом случае мы даже, если, скажем, мы будем сидеть год в такой ситуации, этот год надо использовать, да, для продолжения самосовершенствования, для набора репертуара и так далее, потому что рано или поздно это все так или иначе заработает, и, по крайней мере, новые формы-то точно будут найдены. Более того, я думаю, что если, скажем, надолго нас это ждет, прям вот надолго, на год, на два, берем самые такие, да, то за это время и технология же ведь к этому подключается. Оттянутся, конечно, да. То есть в любом случае я не вижу причин для остановки настоящего музицирования, полиного музицирования. Вот. Я хочу сказать, что я не очень люблю современное использование слова «просвещение». Если есть просвещение в качестве побочного эффекта в том, что я делаю, то, ну и хорошо. Но я совсем не преследую этой цели. А вот педагогические, профессиональные, то есть то, что я считаю, ну, некая такая универсальная составляющая нашей профессии, да, вот это для меня принципиально важно и жизненно важно. Поэтому, на самом деле, для меня вот этот момент сидения, да, как в русской истории, там, сидения в монастыре, да, были такие, там, была такая терминология. Сидения, это вообще, на самом деле, с одной стороны, как бы, такой вызов, а с другой стороны, это в общем, особенно для композитора, мы с вами знаем, да, что сочинения в музыке требуют одиночества и кельи, так сказать, как бы, некоторого аскетизма. Абсолютно, да. Да, то есть это вообще, так сказать, для музыканта, действительно погруженного в музыку во всех ипостасях, это, конечно, некое испытание, но не слишком какое-то, по-моему, сверхсильное. А для тех, кто привык только функционировать в системе открытой, ну, это, они вспомнят свои одинокие занятия, в конце концов, ведь любой профессиональный музыкант огромную часть времени проводит в одиночестве, да, за инструментом, за размышлениями, так и тем, чтением, в конце концов. Кто мы, да, так сказать, без постоянного контакта внутреннего с поэзией, с живописью, с любимой музыкой и так далее. То есть это просто немножечко некий акцент на том, что все равно составляет нашу жизнь, некий акцент на одиночестве, ну, чуть-чуть, в большей степени, чем обычно. Ну, вот вы сразу в вашем ответе затронули сразу несколько направлений, в которых можно было бы развить, да. Например, вы сказали, что пока мы сидим, будут новые формы какие-то, да, то есть откроются новые формы взаимодействия с публикой, я правильно понимаю, да? А что, как вы себе это представляете? Я думаю, что технологии. Мы вот сейчас обнаружили, да, обнаружили, что технологий для качества не хватает, да. Для того, чтобы, например, действительно делать онлайн совместного там музицирования оркестра или ансамбля, скорости не хватает. Вот я не знаю, если 5G действительно заработает, может быть, будет хватать, и то мы не знаем, будет ли хватать скорости связи для действительно синхронного музицирования. Да, то есть это некий вызов технологический. Как сделать так, да, чтобы, причем я думаю, что это касается не только нашей так называемой, условно, терпеть я не могу, да, академической классической музыки, да. Я предпочитаю называть типа высокой музыкой. Но это касается и популярных жанров, и популярных жанров для того, чтобы они функционировали, технологии должны будут подтягиваться. Ну, чтобы просто одновременно было одновременно, а не с опозданием, понятно, да? Ну, естественно, для того, чтобы было ощущение реально живого ансамблевого музицирования, то, что так необходимо, да, нам постоянно. Вот это, кстати, действительно, вот это серьезный удар, это серьезный удар, потому что не все такие, как Григорий Соколов, которые удовлетворяются полной-то аскетизма сольной игрой, да, мы все любим ансамблевое, камерное, ну, и симфоническое музицирование, естественно, да, хотим понимать. Мне, как дирижер, это принципиально важный момент жизни, да, то есть быть оторванным от возможности дирижировать большими коллективами, да, это, ну, это серьезно. Вот, ну, и поэтому, я думаю, я не один, я тут такой десятки тысяч наших коллег, я думаю, переживают эту проблему, и я думаю, что технологии это услышат. Так что мы вообще, благодаря этой ситуации, попадаем в очень интересный вызов для человечества и для культуры. И мы прямо вот наблюдаем даже за эти несчастные два месяца, мы наблюдаем сдвиг некоторых, да? Да. Нет, потом, с самого начала зарождения новых технологий, я там еще у Истоков стояла в Иркаме, тогда еще вообще интернета не было, ничего не было, но там была такая должность композитор на исследованиях, то есть композитор работал с программистами, ему выставляли программу, и он говорил, я хочу вот мочи вот это сделать, ему говорили, это невозможно, но сделайте так, чтобы было возможно. И как бы работа композитора на исследованиях заключалась в том, чтобы придумать, что еще попросить программу сделать, а инженеры должны были подтягиваться. И у меня сейчас абсолютно ассоциативный ряд с этим, потому что, когда я смотрю, что пишут коллеги, да, например, кто-то пишет, что дико раздражает в оперных трансляциях, что показывают крупный план, а я там хочу крупный план в этот момент там на другого певца сделать, да? Начинаешь тут же думать, а может быть нужно ставить несколько камер, чтобы человек сам мог подключаться, чтобы человек сам мог наводить на крупные, на дальние, то, чтобы мы сами регулировали, что мы видим. И то же самое может быть. То есть уже столько начинается такое поле для творчества, уже техничества. Несомненно, несомненно. Кстати, вот к вопросу о том, как реагируют технологии на профессиональные требования, вот один из таких примеров не очень удачного, по-моему, взаимодействия, пока, по крайней мере, да? Да? Вот вы сказали, что вы перед нашей встречей слушали мое разговор о двойной репетиции, да? Я не просто слушала, я попала, я почему опоздала из-за этого? Я попала в какое-то гипнотическое состояние, потому что я себе закапала нафтезин, и в этот момент я продолжала слушать, что вы говорите, потому что понятно, что перед интервью готовишься, гуглишь человека, смотришь, что он делает, и чтобы не разговаривать с ним так, как будто ты с луной свалилась. И вы начали говорить о том, что двойная репетиция позволяет дотронуться кончиком пальцев именно до струны, то есть как бы весь этот механизм, он существует для того, чтобы как бы его не было, чтобы ты преодолел, и чтобы у тебя возник прямой контакт. А у меня в этот момент заработали кончики пальцев, в общем, я впала в некий транс. Вот как раз, это очень хороший пример того, я до сих пор не понимаю, почему одна фирма, например, Yamaha, которая делает замечательные рояли, замечательные рояли с великолепной механикой и так далее. Почему рядом, так сказать, отделение Yamaha, которое делает электронные инструменты, сделали взвешенную, даже хорошо взвешенную клавиатуру, но не задумались вот об этом эффекте, что можно играть одной четверть, одной восьмой клавиши именно для того, чтобы добиться эффекта игры без педаль, без педали. Мне кажется, сейчас электронный никто так не может, даже Roland не может. Но потому что, на самом деле, им не подсказали. А не подсказали, кстати, Леночка, я думаю, из-за того, что у нас и в академической среде не продуман этот момент. Мы воспринимаем, мы пользуемся вообще этим. Например, любой пианист, который играет с карбо, да, в самом начале, вот эту репетицию, да, он играет не просто, он играет не просто всегда быструю репетицию, он находит этот особый тембр контакта с струной, да, и как бы этот эффект управления демпфером, то есть там для того, чтобы играть, демпфер не падает на струну. Из-за этого особый звуковой эффект акустический, не нуждающийся даже в педали, на самом деле, там. То есть каждый пианист интуитивно это понимает. Но мы же это делаем на бессознательном уровне. Мы же просто включаем уши и... Что двойная репетиция — это еще и управление демпфером для достижения вот этого эффекта педали без педали или прикосновения к струне. Как только мы это сформулируем и попытаемся передать это тем, кто занимается технологиями, хотя бы озадачить их, да, то есть та часть мастеров Ямахи, которые это смогли бы сформулировать, только из-за того, что это не было сформулировано, до сих пор электронные инструменты у нас без этого механизма. А вот в чем их дискомфорт, да, для пианистов. Почему пианисты говорят «ненавижу электронные инструменты»? Конечно, конечно. Я думаю, что все электронные инструменты стали бы на порядок лучше. Они, конечно, все равно до струны бы... Там же нужно... Мы же все равно ощущаем струну. Это трудно. Ну, по крайней мере, еще один шаг, огромный шаг в сторону оживления, да, электроники. Потому что мы сейчас в электронных инструментах, мы же что делаем? Мы извлекаем звуки. Более-менее хорошие. А на самом деле на живых-то реальных инструментах, даже на самом плохом пианино, мы работаем еще в интимном отношении с механизмом. С этим тонким механизмом, через который мы прикасаемся к струне. И это прямо же ведь у людей, которые к этому привыкли, прямо вот начинают испытывать наслаждение от этого контакта. Вот пока они ставят задачи только звукового произведения, они не добьются никогда. Здесь что-то другое нужно пытаться воспроизводить. Именно сенсорное соединение звука, сенсорное ощущение наслаждения при прикосновении. Вот тогда, если это сформулировать, то я думаю, что мастера... Так же, вот как у вас произошло тогда в работе композиторской... У меня просто возник эта ассоциация, что подсказки человека, который понимает, что на самом деле происходит, и может ясно и четко сформулировать задачу, может привести к решению. Я не знаю, как сейчас, но в 90-х это работало именно так. И поскольку наши... У нас там американцы работали, они потом все перешли в Стэнфорд. А Стэнфорд — это, в общем, родина всех сейчас, всего технического прогресса. Так что я думаю, что они так и продолжают. Стэнфорд — не только родина технического прогресса, но это еще и центр фундаментальной науки. То есть там не только в MIT, не только в Гаврарде, но и в Стэнфорд работают ученые физики мирового уровня. В частности, там работает мой старый друг, выдающийся наш физик Андрей Линде, который, так сказать, как раз один из авторов вот этой теории раздувающейся, не взрывающейся вселенной, это еще времен Эйнштейна и Фридмана, а именно раздувающаяся инфляция. И мультиверс, идея мультиверс. Это Андрей Линде, который у меня делал по этому поводу доклад еще в Гнесинском институте в 86-м году. Можете себе представить. Перед отъездом в Женеву в ЦЕРМ и перед отъездом в Стэнфорд, он сделал об этом доклад у меня на философском семинаре в институте Гнесин для музыкантов. Он нам рассказывает. Это частный человек с мировым именем. Мы мультиверс. Все знаем, что такое мультиверс. Нет, я не знаю. Вы всегда так ваши лекции читаете. Ну, мы же знаем там то-то и то-то. Не знаем мы ничего. Объясните нормально. Леночка, да вы знаете, это множество вселенных. Мультиверс – это как бы большая вселенная, где много вселенных. Я первый раз об этом слышу. Я это правда не знаю. Да, это сейчас как бы на передовой науке именно квантовой космологии. То есть это экспериментально и математически оформлено. Это не просто какие-то фантазии. То есть это, собственно, конкретная фундаментальная физика, она сейчас этим занимается. А тогда я вам сброшу потом вот замечательно. Он, кстати, очень остроумный человек, как Линда Андрей. Да, у него замечательные лекции. Я с удовольствием. Мне очень интересно, конечно. Я люблю все такое. Хорошо. Это просто о Стэнфорде. Потому что Стэнфорд действительно такое замечательное место. Мне кажется, что проблема музыкантов еще классических, так сказать, ну то есть сформированных в академической системе обучения музыке. Я это имею в виду. Мы почему не очень любим слово классическое? Потому что авангард тоже принадлежит к классической музыке. Понятно. Я не использую с этим. Я всегда говорю этим самым тем, кто говорит, ну это классик, это академизм, который любит попсу, любит популярную музыку. Я говорю, хорошо, а авангард, извините, это же тоже это направление. Он гораздо смелее, гораздо современнее, чем ваши так называемые, современные ритмы, которые только на самом деле повторяют квадрат, тот же самый классический квадрат. Нет, я в данном случае я имела в виду людей, которые сформированы в определенных учебных заведениях, и у них соответствующий не только образование, но еще и менталитет. И вот, конечно, жалко, когда слушаешь какие-то очень интересные лекции, и там нет микрофона, например, да, или там расстроенный инструмент стоит, или снято там, черти откуда, и там не видно, не слышно, все гудит, и никак не можешь получить доступ к информации, потому что она вся очень плохо преподнесена с технической точки зрения. Ну, с точки зрения просто качества микрофона, камеры, дистанции там и прочее. И мне кажется, что вот мы, наша тусовка, скажем так, да, пользуется, ну, буквально на один процент достижениями современных технологий. Ну да. И да, и в этом смысле, конечно, согласен, Лен, с вашей мыслью, что вот эта ситуация нашего сидения, ковид-сидения, вот, она будет способствовать, несомненно, огромное количество людей подключились, да, к этим технологиям в этой ситуации и стали думать на эту тему и стали пользоваться. И мы, а те, кто пользовались, стали понимать, что нужно просто, мы сейчас точно понимаем, что нужно улучшать это все. Мы понимаем даже, какую сторону улучшать, да. Ну так надо им писать, надо им подсказать, они сделают, они заинтересованы. Потому что сейчас все эти платформы, они еще конкурируют. Если вы обратили внимание, с позавчерашнего дня в Фейсбуке появился личный кабинет, да, где можно там общаться. Я так понимаю, что, очевидно, они обидели, что все побежали в Zoom и решили удержать людей. Я думаю, что да. Да. Я, кстати, вчера как раз попробовал зайти в эту, в эту Room, да. Ну так. Да, нормально. А что это? Это типа Zoom? Это мультикамера? Это типа Zoom. Это прям типа Zoom. Я не увидел, я не увидел альтернатив, альтернатив. Может быть, там есть какие-то примочки, но я просто их еще не обнаружил. Надо просто это исследовать. Ну вот Zoom, где мы сидим, тут, например, есть возможность, очень много педагогов пользуются, да, и здесь есть возможность, вот я вижу, что вы, например, очень любите показывать ноты именно, да, там что-то подчеркнули. Ноты и крупным планом руки в гавиатуре. Да, а тут можно файл выкладывать, то есть, когда записываете урок, вы можете выложить ноты, вы там можете нарисовать все, что хотите, там подчеркнуть все, что хотите. То есть, тут есть еще дополнительные примочки для именно преподавания. А у меня есть один знакомый пианист из Питера, который преподает в Китае. И когда в Китае началась, они же раньше нас ушли в карантин. Я же шесть лет работал в Китае, преподавал, так что я более-менее представляюсь. Да, а где вы были, интересно? А я был буквально в часе от Уханя. Серьезно? Да, абсолютно. Абсолютно. И сколько лет вы там были? Шесть лет. Шесть лет вы преподавали? Да. На английском? Или у вас был переводчик? На английском, на английском. Нет, я так и не выучил китайский, кроме отдельных слов. На английском вполне спокойно преподавал. Ну да. Так я просто говорю свою фразу, а потом я вас расспрошу. И он сказал, что когда Китай ушел на карантин, тут же разработали систему свою для преподавания онлайн. Он мне сбросил эту систему, я туда подписалась. Но никто из моих учеников туда идти не хочет, потому что, ну, непонятно, не... Ну там, по-моему, даже лучше, чем Zoom. Потому что там все... Я могу вам дать ссылку, естественно. А это не WeChat случайно, нет? Нет-нет-нет, это другое. Я вам сброшу ссылку, потому что у меня там есть единственный френд, это вот этот Андрей. Кстати, Ленечка, я пользуюсь случаем вот нашего с вами разговора, кстати, и вам отвечу, и одновременно пользуюсь случаем, чтобы это как бы, ну, сделать и для себя ясным, и озвучить для коллег. Вот тот формат, который сейчас я использую, вот этот формат простейший, да, когда видны ноты, когда я работаю с карандашом непосредственно, да, непосредственно работаю с карандашом, тут очень важно, что это не педагогическое. Я показываю, как я работаю сам, самим собой. Это принципиально важно, что это не демонстрация какая-то специальная, что вот я в своем режиме так работаю, а вот для коллег, для учеников вот так, ничего подобного. Я демонстрирую, как на самом деле идет профессиональная работа. Я говорю о том, что карандаш это наш ответ, наш ответ композитору, который писал это гусиным пером, да, что композитор пишет нам личное, что любая пьеса, попавшая к нам, это личное письмо, нам личное. Я своим ученикам всем говорю, он же вам, вам писал, и Моцарт, и Шуберт, и Бах, вам писал личное письмо. Так возьмите карандаш, ответьте не только музыкой, но ответьте разметочкой, разметкой педали, разметкой акцента, и вы там с той стороны почувствуете, почувствуете как бы пирог композитора. Это прямой, это прямой диалог, на самом деле, через бумагу. Причем так важно, кстати, бумажное. Это трудно, это гораздо хуже делать. То есть мой этот формат, мне, наверное, нужно специально будет это говорить в одном, может быть, из роликов, о том, что это не какой-то специальный формат для педагогического использования. Конечно, он используется, но одновременно это есть мое живое общение непосредственно композитора и моя собственная работа. Я демонстрирую, как, собственно, происходит эта работа. Да, перед, так сказать, фортом. Ну, я совершенно согласна, меня этому маму учила, она в ЦМШ училась, и она помнила Катю Новицкую. И она говорила, Катя Новицкую, ты тоже помнила? Она мне всегда говорила, она всегда работала с карандашом, ты должна всегда работать с карандашом. Я говорю о том, что карандаш это один из наших ответов буквально на личное письмо композитора, потому что для композитора, и мы сами знаем, как композиторы, потому что у нас, вот у нашего поколения, да, у нас ощущение письма входит в композиторское ощущение. Это не то, что вот прям сразу бац, и пришли в финал, там, или в Сибириус, да, я до сих пор в партитуру пишу рукой для того, чтобы почувствовать этот нажим. Это определенная, кстати, между прочим, медитация, еще письмо, да, я понимаю через это почему такие, почему люди Бах, Моцарт и все гении, они жили письмо, для них письмо было творчеством, да, они в руке несли этот трепет соединения звука с графикой, да, даже Бетховен, который писал с дикой скоростью, и у него жуткий был почерк, все равно там мы чувствуем, да, вот эту иероглитику, да, вот это прикосновение через письмо к самой сути музыки, да, а для композиторов это прям было просто необходимо, это прям перевоплощение пишущего, да, вот это то, что у Мандельштама есть, да, что и переписчик, и композитор, и поэт, они вот, ну как сидящий в скриптории монах, монах, да, который через письмо буквально соединяется с Библией, да, прям буквально соединяется магическим образом через письмо с этой сущностью, через, вот, а для композиторов пишущих это прям ощущение, да, вы же согласитесь, да, что когда мы пишем мы испытываем особое наслаждение от самого процесса письма. А как вы считаете, там, Моцарт, Битхоин, они писали за пюпитром, за рояльным или за столом? То есть они при этом еще импровизировали, или это работа с партитурой, она была оторвана от инструмента? А я думаю, что все виды работы были. Одновременно? Все виды работы. Стоял стол, рядом был инструмент. То есть не было какого-то такого, у кого-то, вероятно, доминировал какой-то из способов. Но я не думаю, что этот способ был единственный. Но мы знаем, например, по Стравинскому, да, Стравинский очень любил работать с инструментом, но потом переходил и прям чертил, да, прям с линеечкой чертил фе-партитуры. Да, это два процесса и так далее. Есть композиторы, которые, но Шостакович мы знаем больше работал за столом, чем за инструментом. А Прокофьев нет, да, Прокофьев больше за инструментом. То есть, но и тот, и другой чередовали. То есть, это и то, и другое. Я работала в архивах композиторских в Швейцарии, и там есть, там один меценат был, дирижер, который женился на вдове фармацевтической промышленности. И он потом на эти деньги содержал всех живущих великих композиторов той эпохи, и они ему должны были, Пауль Захер такой был, Пауль Захер. Слышал, слышал. Вот, и они должны были ему присылать не только свои партитуры, но и эскизы, там, все, что на салфетках, все, что на сигаретных коробках, переписка и так далее. И вот эти все огромные архивы, они лежат в Швейцарии, и там есть отдельный архив Стравинского. То есть вот есть общий архив, а Стравинский это отдельный сейф, отдельное, значит, сейфовое помещение. И там один американский таки дирижер туда прорвался, потому что туда прорваться невозможно, и потом выходит, говорит, там столько написано по-русски, мне нужен русский переводчик, потому что я... И таким образом меня туда пустили, потому что иначе я там целый год сидела, но я имела доступ ко всему, кроме Стравинского. Вот. И когда я открыла, там, по-моему, три или четыре редакции свадебки лежит. И видно, что человек не писал, а ваял на века. То есть там такое качество бумаги, чернил, каждая нота, прям вот он ее как древнеегипетский этот в эту в стену там или в табличку там вот пригвозил. Это имя, священное отношение к тексту. Абсолютно. То есть я поняла все про Стравинского, вот про его отношение к себе, к своему творчеству и к музыке вообще. И вот вся эта структура, такая священодействие была видна по тому, как написано. Потому что я пришла из архивов, в которых все остальные великие 20 века, но я такого не видела. То есть у кого? У Стравинского как бы был таким воплощением этой традиции. То есть все так или иначе, тут вообще это очень интересная тема. А мы никуда не торопимся. Леночка, что меня ограничивает, просто мои онлайн уроки через часочек. А так да, мы свободны. Тогда давайте потом вернемся еще к каким-то темам, которые нас повиснут. Будет очень интересно. Потому что я вас расспрошу в кои-то веке, будет точно такое же видео учебное, как ваше всегда, но только с человеком, который из вас вытаскивает какие-то сюжеты, которые вы не раскрывали сами. С удовольствием, Лен. Я прям с удовольствием с вами буду вести беседы. Мне так интересно. Так насчет Стравинского вы говорили, что это традиция... Он воплощает традицию. То есть то, что вы восприняли, конечно, как его особенность, но я думаю, что им двигало именно ощущение того, что он как бы один из завершителей и вершин этой культуры отношения к тексту вообще. Да, да, да. Он не то, что сам себе ставил памятник, он ставил памятник этой культуре. Его, кстати, вот его обращение к неоклассицизму, да, а потом ну прежде всего к неоклассицизму, да, говорит говорит об этом. Точно так обращение к сериализму в конце, это же тоже такое обращение к тому, что он считал вершиной европейской музыки вообще, в целом, да. То есть он не столько все-таки думал, как любой большой художник, он все-таки был озабочен не собой, да, а то, что шло через него. Это вот не я, но через меня, да, вот такая формула, я думаю, им двигала. А с другой стороны, все-таки немножко меня всегда настораживало немножко то, что если Шостаковича вы узнаете по одному такту, там, Прокофьева по одному такту, то есть в них есть свое лицо, то Стравинский, он в каждом крупном сочинении, он перевоплощает, ну, то есть нельзя сказать, вообще, мы не знаем, а он-то какой, он каждый раз другой. Вот на самом деле это такая интересная тема, но у него есть несомненные общие стилистические, мы узнаем, я скажу, как мы узнаем Стравинского во все периоды, мы узнаем по определенным ритмическим решениям, прежде всего, да, у него определенное устройство синкопированной ткани, которое ни на что нет, и перемещение мотивов относительно комбинации, акцентуации одного одного мотивного комплекса, как он перемещает эти акценты внутри мотивного комплекса, и поэтому мы узнаем плюс интонации его, есть и интонации, которые, кстати, общие, если последить, посмотреть, начиная с «Жар птицы», но особенно, конечно, с «Петрушки» и «Весны», как вот ритмом, какие-то его формулы ритмические сохраняются и в неоклассической, и в сериальной музыке, и это на слух воспринимается. В меньшей степени, конечно, последний период, в меньшей степени последний, но в последний тоже. А вот для меня очевидно, что неоклассический Стравинский при всем при том, ну хотя бы вот что он даже в починели делает с ритмом, да, и с микро, и с микроголосоведением там внутри, да, мы узнаем, мы узнаем лицо, так сказать, мы узнаем его, как он работал в «Петрушке» с этими же элементами. Я согласна, да, да, да. Мы с мамой играли виолончильную, это, по-моему, все это называется, да, Стравинского, поэтому я физиологически знаю. Конечно, вот то особое отношение к Стравинскому, которое, как его, Аннегер называл, он называл его «Князь Игорь», «Царь Игорь», он его называл, да, да, у Аннегера есть прям целая глава в его книжке «Я композитор», прям посвященная Стравинскому, а Аннегер сам крупнейший композитор, но он прям говорит об этом общем отношении прям сообщества композиторов того времени к Стравинскому как величайшему мастеру, вот прям буквально князю мастеров, да, мастеру мастеров, прям благоговейное такое отношение, говорит о том, о том, что «Весна священная» это как взрыв атомной бомбы, которая поменяла все мозги, так сказать, всех композиторов того времени, вот, и вот это благоговейное отношение к Стравинскому я очень хорошо помню, то есть когда оно было еще общим, всеобщим, то есть 70-е, начало 80-х, это было еще всеобщее отношение к Стравинскому, а потом я помню, как мы расширяя свой опыт музыкальный, все-таки я больше, конечно, для себя, уже зная Стравинску очень хорошо и хорошо зная его и сериального, и там уже не говоря о классическом, но все-таки, конечно, его русский период, особенно «Петрушка», весна, особенно, конечно, весна гениальная, да, где он был абсолютно органичен, да, где ему не нужно было ничего специально стилизовать, где ему нужно было быть просто самим собой, да, и вот это очень хорошо и в «Жар птицы», конечно, гениальный, кстати, есть же гениальная запись, где он сам дирижирует, потрясающий совершенно, потрясающий, есть или, да? Потрясающий дириживый, просто невероятно, своими вот этими минимальными, совершенно, как бы схематическими движениями, он вытаскивает из оркестра такой экстаз, невероятный, потрясающий, вот, и, конечно, конечно, «Петрушка» и «Весна», которые остаются бессмертные, да, и абсолютно современные, вот это, условно говоря, органический, органический Стравинский, я сейчас в меньшей степени не хочу слушать и «Царя Эдипа» в меньшей степени не хочу слушать некогда любимого, и «Персефону» в меньшей степени, и «Огон» в меньшей степени, и, и, то есть, неоклассический, уже я без него могу обойтись, да, без него классического Стравинского, вот, там особое отношение, конечно, с сериальным Стравинским, это, это как сфера общения с Веберном и Стравинским, это время, это отдельная вещь, это, я вот специально, я Веберном специально занимался, у меня есть большая статья о Веберне, именно как о человеке, который в музыке воплотил одно из философских движений XX века, феноменологию, феноменологию времени, то есть, концентрация на времени, но это идея и Холопова, как вы знаете, да, Холопов, Холопов тоже занимался проблемой времени, он, он, он у меня преподавал несколько предметов, он же у нас, да, я же тоже, я тоже ученик Холопова, да, а вы в Москву окончили? Я, нет, я закончил Гнесинку, но я, но Мерзляковки, я целиком весь курс прошел у него, у, Холопова. Я когда училась в Мерзляковке, у нас не было уже Холопова. А он был, я с 74-го по 78-й, он преподавал. Ну, я так не играю, все учились, у Блюма, у Холопова, у, у Фрайонова, а я училась, извините, черт знает у кого, у каких-то бабок. Мне повезло, вообще, нужно сказать, что вот эти 4 года, 74-го по 78-й, да, оказались ключевыми, потому что это было последние 4 года, когда Мерзляковка еще оставалась таким лицейным, довольно свободным и мощным. А вот в 78-м году, как раз когда я заканчивал, ввели обязательный госэкзамен по обществоведению, появился контроль. Ну, конечно, помню, помню. Объявил структуру, да, в профессионизме Артыновой пришлось, пришлось закручивать гайки, потому что ее закрутили, да, а вот эти 4 года, 74-й по 78-й, это были последние годы, когда это там была абсолютно еще лицейская, лицейская. У нас еще политинформация была, и это был единственный предмет, за который могли исключить, если ты не помнился, когда генсеков Компартии, какого-нибудь Габбона. А вот у нас, а я попал в последний либеральный, как бы, оттепельный, остатки оттепеля еще были, остатки последние. Поэтому меня даже приняли, Артынова меня приняла, несмотря на то, что я высказал свое презрение комсомолу, прям чуть не на собеседование. Она сделала большие глаза, потом меня вызвала, Миш, будьте чуть поумнее, да, мы вас берем, но имейте в виду, что другие бы вас не взяли. Вот прям был такой разговор с Артыновой. Понимаете, да? Я его уже помню, уже совершенно такой... А потом уже это было невозможно. Уже в 78-м году это была уже невозможная ситуация совершенно. Я даже не знала, что такие люди преподавали в Мерзляке. Холопов. Я к нему попала только в консерваторию. Да, у него, он преподавал довольно долго. Я думаю, что он в Мерзляковской, то есть, я думаю, что лет 5-6 он точно преподавал, если не больше. А что? Сальфейджи-Кармония? Анализ. Анализ. Конечно. А, ну у теоретиков. У теоретиков. У теоретиков, да. А, ну я же фортепианное окончил. Я же и полифонию, и анализ форм вместе с теоретикой мы сдавал. Я не фортепианом учился, по теоретическому. Артынова меня поддержала. Я с первого курса пошел к Фраенову на кадропункт, и со второго пошел к Фраенову на анализ. Ну потому что, счастливый человек. Ну просто когда я поступил, я уже знал, что я хотел. Я уже поступил уже с партитурами своими уже, так сказать, что, в 16 лет у меня была вся моя библиотека партитурная, и я уже писал партитуры сам. Я начал писать партитуры, знаете как? Я прочел, как учился Вагнер, что он, Вагнер переписывал партитуры Бетховена. Я сказал, о чем нет? Я взял, переписал первую симфонию Бетховена в свои 15 лет. И я, естественно, сразу, так сказать, я сам научился. Вагнер начинал с переписывания. Вагнер переписывал. Я только не помню, что. Ну да. Не, ну когда переписываешь партитуру, ты по неволе просто погружаешься во все, во все детали, во все, да, во все голосоведение. Для тебя это перестает быть абстракцией, да? То есть достаточно один, раз это сделаете, и все, ты уже навсегда с этим связан. Уже навсегда для тебя это органика, а не становится внутренней. То есть вы советуете начинающим молодым композиторам сесть и переписать хотя бы одну партитуру целиком хотя бы одного великого композитора? Конечно, хотя бы сороковую Моцарта. Или хотя бы, да можно начать, скажем, с квартетов Бетховена, перепишите какой-нибудь из поздних квартетов Бетховена. И это уже будет мощный, это, так сказать, мощный шаг. Конечно, обязательно. Именно через руку. Поэтому и пианистам я говорю. Что? У вас два инструмента. Рояль и карандаш. И бумага. Только через карандаш вы почувствуете письмо композитора. Поэтому я учу, например, размечать вот все разметочки, которые я делаю в баховских своих. Сам я говорю, смотрите, вот я пишу эти пружочки, стараюсь писать так, как своих автографов пишет Бах. Стараюсь писать даже тем же почерком. Даже стили пытаюсь ставить, пытаюсь ставить, так как это делал Бах, даже не очень ровно, но и ровно при этом одновременно, да? Чтобы это было красиво, а не просто. Ну, то есть отношение тоже к письму как... А уж Бах ты уж тем более к письму относился как... Если уж Стравинский относился, а уж для Баха это вообще было священодействие прямое через... Ну, это как... Ну, это как прикосновение к Библии. Абсолютно то же самое. Как переписывать Библию. Я вот не... Не зря этот модельшамовский образ переписчика, композитор и поэт как переписчик. То есть он сидит, и ему кто-то диктует, а он переписывает. Да? Вот такая вот... И это все есть, это все сохранилось. Но без этого любой профессиональный музыкант, любящий музыку, любит одновременно и нотный текст. Да? Да. И мы... И там действительно... Это как говорил Гофман, да, Иосиф? Вы покажите мне самое лучшее исполнение данной пьесы, включая мое, и я покажу, что текст бесконечно богаче этого конкретного исполнения, включая мое исполнение. Ну да. Ну да. Это я забыла, это Игульнов, что ли, говорил, что вы сначала сыграете то, что написано, а потом вы уже будете там... Вопрос в том, как понимать, что написано, девочки. Вот вопрос именно в этом. Дело в том, что все так говорят. Все говорят, все декларируют пристальное отношение к нотному тексту. А на самом деле это целый вопрос, что значит понимать. Вот у меня прям отдельно есть тема величия нотного текста и о том, как он устроен. Вот я вам сейчас быстренько скажу, это, кстати, дико интересно. Да. Могу привести. Значит, это вообще когда-то осознавалось. Кстати, вот я думаю, что Игульновым, вот покорением Игульнова Игульновское поколение это осознавало даже теоретически. Потом это прошло, кстати, пропало. Они осознавали, что авторский текст, авторский, не композиторский, а авторский текст делится на две части, условно говоря, на композиторский и на исполнительский. То есть ядерная вещь композиторская и есть исполнительские указания самого композитора, где он выступает как исполнитель. Да, я согласна на сто процентов, да. Как исполнитель собственности, то есть как интерпретатор. Да. И это две... А мы ведь относимся к нотному тексту. Нас учили с определенного момента 60-х где-то годов, да, с конца 50-х, с 60-х или 70-х. Учили, что это монолит. Да. Вот как написано. Угу. Так, а на самом деле есть ядерная конструкция, да, композиторская. Это звуковысотность, метроритм и фактура. И есть указания исполнительские. Вот, например, мой любимый пример, мой любимый пример, это начало хамольной сонаты «Иска». Угу. Ну, понятно, что там знаменитые эти паузы в начале, которые, кстати, нужно пульсировать восьмушками. Не четыре четверти там. Там четыре четверти медленные, поэтому пульсировать нужно восьмыми. Пам-бим-пам-бим-пам-бим-пам-бим. То есть, если бы это было написано для оркестра, дирижер бы дирижировал на восемь. То есть, раз, два, пум-пам-пам-пум. Да, любой дирижер знает, что четыре можно дирижировать, и нужно в медленном темпе дирижировать на восемь. Пианистам, почему это не рассказывают пианистам, полная загадка, да. То есть, мы пульсируем восьмыми. Пум-пум-бим-пам-бим-пам. Слышно? Да. И потом этот знаменитый спуск, да. У-га-ри-да. Как бы га. Да? Как бы га. На самом деле, здесь потрясающую лист. Вы сейчас вспомните, как это написано. Во-первых, как написан бас? Он написан септимой. Септима. Ла-ли-ла-рам-дан. И это то же самое темпо. Это просто так. Попрощение. Да. Это обращение. И так далее. То есть, но там есть еще валторные низкие, которые вообще пианисты игнорируют. И они игнорируют еще потому, что там стоит вилочка на увеличение звучности у листа. На одной ноте? То есть, то, что нельзя сделать на фортепиано, да? Нет. Именно вот на этой гамме. А, понятно. Ага. И все делают эту вилочку. И тем самым валторные исчезают. Но если мы посмотрим на ядерную конструкцию, что более ядерно? Полифония, фактура, ритм или вилочка? Понятно, что вилочка – это исполнительская рекомендация. Если мы отключим вилочку, то мы услышим валторные, показываю, и пианиссим играем. И вот эта соль держится все время. Вот это соль, соль. Причем две валторные. Мы играем пианиссима. Отключили вилочку. И мы слышим квинту, сексту, и, наконец, септиму. Септиму слышим. И соль еще звучит. То есть, проанализировав, что мы можем напрямую обратиться к ядерной конструкции, к композиторской конструкции, мы отключаем исполнительскую иль. Или мы можем сделать хитрее. Тогда, если на хорошем рояле, то мы скажем, что эта вилочка лист поставил для валторн, а не для струнных, которые играют эти четверти. Мне кажется, иногда композитор, я скажу хромолу жуткую, но я в этом убеждена. Я смотрю на это как, вы знаете, вот вы формулируете то, что я как бы ощущаю, но я никогда не формулировала. У меня оно просто на подсознательном уровне. Я замечала, что иногда указания вот исполнительские, они обнуляют музыкальную структуру. То есть, вот этого делать не надо, потому что оно и так получится. Оно и так само сработает. Нет, вообще... То есть, это тот акустический феномен, который уже заложен. То есть, там ничего не надо специально делать. Тут надо просто понимать, что среди указаний, которые композитор делает в нотах, есть констатирующие вещи. Да, констатирующие вещи, которые так присутствуют, да? Да, 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 я это имею в виду. Да. А есть еще рекомендующие, вот я хотел бы так исполнить. Но я... Дело в том, что при анализе выдающихся исполнителей, вот когда мы слушаем запись одного произведения, в разных выдающихся исполнениях, да, у нас есть возможность, мы видим, что каждый из них пытается следовать идеально тексту. При этом записи абсолютно разные. Почему? Мы не можем это скинуть просто на индивидуальность каждого. Это не говорит нам ничего о профессии. То есть, какие параметры меняются, хотя субъективно каждый уверен, что он следует тексту очень точно. И вот тогда, если мы... И это, кстати, был такой... Слышали вы такого пианиста, и... А, наверняка, Леночка, вы знаете, был и профессор института Гнесинского он был, и пианист играющий, Евгений Либерман. Я слышала имя только, я никогда не слышала. Он, кстати, автор довольно многих таких сборников технических по работе над техникой. Его педагоги хорошо знают. Но у него есть замечательная книжка, как раз посвященная анализу почти всех выдающихся гениальных исполнителей 20-го века на то время, где-то на конец 70-х, начало 80-х. У меня на полке стоит, я вспомнила, у меня стоит эта книжка. Да, вот. И там гениальная 3-я глава. Гениальная 3-я глава, где он как раз говорит об этом разделении, причем он сам, будучи абсолютно воспитан в традициях следования, идеального следования каждого, каждого элемента текста, да, обнаруживает вот эти два уровня. Да, я очень просто это изложил, два уровня, ядерный и вот этот исполнительский, да, где мы на равных. То есть как бы гениально Рахманинов не играл в свои концерты, да, он все равно как исполнитель всего лишь один из исполнителей, всего лишь, да, а вот в его тексте, а вот как в текст, это его композиторская структура, из которой мы можем много вытаскивать. И вот я сейчас на сонате Листа продемонстрировал, да, как мы можем понять это, да, что вместо того, чтобы следовать слуховой традиции, да, внучка, не играй по слухам, играй по нотам, говорили в школе Столярского, да. По слухам, да, играй по слухам. Да, играй по нотам. А мы сейчас, у нас сейчас все почти по слухам играют. Это гениально. А вот, и вот оказывается, как только мы обращаем внимание, кстати, тоже, на той же самой первой странице Хамольный Листа, еще один пример, вот это в дьявольской теме, вот в этой. Как написано? Так же написано у Листа. Там стоит специальная вот эта вилочка прямо к этому диезу последнему, да? А если посмотреть, если посмотреть ядерную структуру, просто тихонечко поиграть, отключить сначала и посмотреть, как же, что же здесь Лист написал на уровне голосоведения. И получаются поразительные вещи. Просто послушаем. Вот это потрясающе. Кто бы хоть слышал. Потом его разрешение сюда. Потемнение. И потом разрешение сюда. Дальше еще меньше. Вот этот потрясающий малый сэп. Так вот это разрешение сюда, да? То есть, если мы отключим вилку, что у нас получится? Я буквально играю так. Сначала то форте. Потом цубит пьяно. Слушаю. Разрешаю. Говорят, мне говорят, какая интересная интерпретация. А куда вы пропали? Ага, вот я... Это мне уже звонят ученики. Так мы делаем тогда... Да, мы закончили. Закончили, хорошо. Мне говорят, нет, нет. Я говорю, я мысль закончу. Мне говорят, какая интересная интерпретация. Я говорю, да это не интерпретация. Я просто посмотрел в ядро, композиторское ядро. Я просто различил исполнительскую рекомендацию, вилочку. Различил от голосоведения, которое является собственно композиторским. И мы услышали то, что не слышали никогда. То есть, следуя этой вилочке, мы уничтожали на самом деле слышание потрясающей гармонии, которая здесь. Да. и так далее. Таких примеров огромное количество. Леночка, дорогая, мне уже звонят вовсю. Да-да-да. Перенесем наш разговор. Тогда мы вот так вот на многоточие заканчиваем наш разговор. То есть, мы его не заканчиваем, а ставим многоточие. Спасибо вам огромное. Безумно интересно. До свидания. До свидания.